Здравствуйте дорогие зрители, с вами Андрей Иллижина и мы продолжаем проходить реверс 19.99. Как видите, мы сейчас занимаемся таким промежуточной игрой, рогаликом, лезем в горы, исследуем. Так что если вы не смотрели прошлую серию, то посмотрите, там история, перевод. В описании есть ссылка на телеграм-канал, посвященный реверсу, ссылка на плейлист реверса со всеми переводами моими от начала до конца. Так что прошу, пользуйтесь и конечно же поддерживайте меня лайками. А теперь мы начинаем кризис, видимо тут как бы мощная битва будет кровавая, но я уже мощную кровавую битву выиграл, так что наверное я знаю чего ожидать. Да, неостановимый там 0.9.8х, что это такое? А это просто усиленные точки, да, это просто усиленные точки. Ладно, ладно, надо-то всего лишь победить духоохранник и стенку, ладно. Вот ты еще и кацанный. Вы еще и горите. Так, 29 тысяч, а у тебя 2300. Так, заходит в битву столько 40% хп. В начале раунда, если хп больше 50, заходит в таунт. В начале раунда, если здоровье меньше 50, восстанавливает максимальное хп 25. Надо его грохать. В конце каждого раунда сумма призывает одного, эту штуку, 40% в начале хп. Максимум 3 монстры на поле. Когда еще союзник умирает, получает Мокси плюс 2. Ах ты. Эта стенка, конечно, меня печалит. Ладно, усиливаем здесь. Надо ли эту... Да надо убивать. Мне целых 5 очков действия дали. Ну, просто, видите, если там не умрет, то я даже, не знаю, буду убегать. Сейчас мы тебя стукнем. Загорайся. Больше карт. Бум, 400, ну, конечно же. На. 3000, если у тебя там 25, у тебя сразу ульта. Ха-ха-ха. Ну, вот это я понимаю. Так. Давай вот немножечко вот так вот сделаем. А, вот тут уже 4. Это просто 1 очко действия было в начале халявное. Ну, давай-ка ты вот, может быть, ультой поменьше там мазать будешь, урона меньше наносить. Как-то там выживать. Не, ну, больно, конечно. Ну, давай я полечусь, потому что вдруг я его сейчас убью просто случайно. Это моя победа. Бум. Хэдшот. Умер. Умер. Победить этот неостановимый. Ух, ух. Это все мне дали. Буду стануть мораль. Чем мне бустануть? О, плюс 30. Используй, чтобы усилить свою командную силу. О, 35. Буду стануть мораль. Либо этих на плюс 2, либо одного персонажа на левел 3. Там сразу будет уже какие-то штуки страшные. Блин, конечно, усилить. Спасибо. В начале раунда 2 стака удачи. Дает удачу и силу там, шанс. Ну, хочу ритуал удачи. Выбираем артефакт. Лампочка какая. Максимально здоровье минус 10. Но урона минус 20. Иммунитет к всяким ядам. То есть здоровья-то мало, но меня не отравануть. Интересно. Моральная штука. Все союзники получают Мокси плюс 2. Все союзники получают Эврики плюс 1. В начале раунда все персонажи получают 3 стака сжога. В конце раунда все персонажи получают Эврику. Ну, это... Максимальная Эврика плюс 1. В начале раунда все союзники получают пулю. Когда уничтожаешь врага ультой, получаешь рандомную пулю. Ну, в начале раунда... The start of the round... Мне нравится вот этот звук. В начале раунда тут, конечно, курение вред. Вот, все. Так, монетки. Лечение. Команда полечилась. После сложной-то битвы. Ла Плас, центр реабилитации. Мне очень жаль, но твое состояние... Доктор перед ней как-то стесняется чего-то. Эх, знакомое начало разговора, доктор. Я знаю, что произойдет дальше. Так что давай, продолжай. Давай, говори мне плохие новости. Все в порядке. Я подготов... Готова к тому, что ты собираешься сказать. Ты сумасшедшая. Твоя кондиция экстремально редкая. Большинство записанных записей с этим состоянием были потеряны во время шторма. Даже восстановленные... Центры восстановления не смогут найти лечение долгое время. Понятно. Спасибо за вашу честность, доктор. Но у меня все еще есть вопрос. Как долго я еще буду жить? Доктор замолкает, обдумывая ее вопрос. Около трех до шести месяцев. Во время этого времени состояние твое будет влиять на тело и разум. Значит, у меня все еще и три месяца жизни звучит неплохо. Жесть какая. Но я не могу обещать, что состояние не ухудшится лучше. Еще хуже сделать. Так что технически основание временно... Временно. Пока ты не помрешь, да? Сняло тебя с позиции исследователя и привязало к тебя к центру восстановления. Таким образом, медицинская обслуга сможет следить за тобой, за тобой своим состоянием. Во время этого времени в центре восстановления может консультироваться, чтобы найти лечение для тебя. Спасибо. Я ценю вашу доброту, но я все еще хочу помедленнее двигаться, пока я продолжаю работать на миссии. Не будь героем. Ты не подходишь для того, чтобы быть исследователем. Отдохай и пытайся полечиться. Это лучшие варианты. Ты прав. Я не подхожу, чтобы продолжать как исследователь. Но... А что, если я присоединюсь к полевому администрации? Ты имеешь в виду команде сохранения истории? Мисс Шемельвейс, как исследователь, вам не нужно принимать такую опасную позицию. Доктор практически прыгнул на свои ноги от удивления. Этот выбор удивил бы кого угодно. Это может быть и правда. Но я знаю природу полевых агентов лучше, чем ты. Это лучшее место для меня прямо сейчас. Ты и я, мы оба знаем, что это состояние неизлечимое. Вместо того, чтобы проводить следующие три месяца бесмысленно ожидая, я бы предпочитал использовать мое оставшееся время, чтобы помочь основанию. Природа полевого агента полностью отличается от исследователей. Я надеюсь, ты не делал такое большое решение просто так. Ну что... Но оно более опасное и у нее более моральные ставки... А, уровень смертности. Какая разница это для того, у кого меньше, чем полгода жизни? Спасибо. Мне нужно... Я многому благодарна основанию. В отличие от других арканистов, моя родословная не дает мне преимуществ. Но основание все еще выбрало, чтобы я служила как исследователь. Я надеюсь, таким образом я могу отблагодарить основание за веру в меня. тишина. Некоторое время ни Шамильвейс, ни доктора не говорят. Лайт начинает выключаться. Слабая тень прикрывает тело доктора. Я понимаю. Твои чувства приходят к основанию аницины. Это то, что ты думала, что я скажу? Доктор начинает смеяться злостно. Его тон наполнен сарказмом. Вы арканисты. Думаете, что вы умные. Но затем вы заканчиваете тем, что стреляете себе в ногу. Ох, я забыл. Ты даже не арканист. Я имею в виду, может ли арканист, который не может даже использовать арканские навыки, по-настоящему называть себя арканистом. А, вот почему она такая, типа, не получился навык, но я так и не думал, когда стеклышко подобрала. А на самом деле навык получился. Я не понимаю, о чем ты говоришь, доктор. Это честь помогать основанию. Лицо доктора изменяется неестественно. Ни основания, ни Манус Виндикейт не заботятся, о гнилых палочках, которые не могут использовать арканские навыки. Гнилая палочка? Я редко слышал этот термин с тех пор, как стал исследователем. Какой ностальгичный опыт. Ха! Может быть, у тебя нет арканских навыков? Но ты точно унаследовала глупость арканиста. твой уникальный талант лежит всегда был в том, чтобы делать неправильные решения. Возможно, ты думаешь, что это сопротивление, но ты только сопротивляешься зря. прямо как какой-то там змея, оса в конце концов вернется во тьму или там в этот вулий свой затискнутый. неважно, будешь ли ты убегать. Грязный холодный угол, который есть твоя судьба, ожидает тебя. Ты бесполезный маленький арканист. Это твоя судьба. Неизбежная судьба. Что тут за доктор такой дикий? Или это Шемеревейс глюки? Выражение лица Шемеревейс остается неизменной. Как доктор продолжает говорить о ком-то другом. Она встает и кивает ему, склонится ему. Время закончилось, мне нужно идти. Пожалуйста, извините меня, доктор. Быстро доктор возвращает свое нормальное поведение. Он тянется к очкам. Когда ты поняла, что это была галлюцинация? Сначала ты должен был знать, что меня не волнует прошлое. Да, но мы должны встретиться снова с Шемеревейс. Кап. Я буду подготовлен к этому. Это того, что она коснулась этой грязи, которая там с дерева капала. или опять мелодия там с ума свела. Или мы опять стоим в горах и капитан! Видение перед ней исчезло. И не пере... Звук, который нельзя перепутать, звучит заново в ее ушах. Ах, этот Эмиль. Я в порядке, Эмиль. Слава божечке, ты наконец-таки ответила. Что случилось? Просто как только наша битва закончилась, ты внезапно застыла на месте. Ты не отвечала ни на что. Может быть, это на воспоминания прошлого, или что это? Галлюцинации становятся более частыми и невероятно реалистичными. Это практически невозможно отличить иллюзию от реальности. И это не просто галлюцинации. Даже ее собственной памяти подводят ее. Неважно, как сложно Шамильвей испытается, она не может вспомнить недавнюю битву. Это не хороший признак, но не неожиданный. Я просто немножко задумалась, не переживая обо мне. Ага. Да, лучше бы нормально, чтобы все было. Если что-то с тобой случится, у меня не будет надежды получить повышение. Эх, Эмиль. Эмиль прерывает себя среди фразы, понимая, что он немножечко лишнее сказал. И смешок оставляет. Конечно же, твое здоровье очень важно для нас, капитан. Не переживай. Я просто задумалась. Вот и все. Внимание все! Очистите поле битвы и подготовьтесь искать улики. Мы должны определить расположение этого мануса медикейта. Есть, капитан! Да, капитан. Шамиль смотрит вдаль. Небеса становятся оранжевыми, как солнце падает на заснеженные горы. Она немножко смеется. А, понятно. Так вот, что ты имел ввиду. Влияет и на тело, и на разум. Что же, вот это жалость. Но никакое количество иллюзий не разрушит мое стремление. Шемлеис разворачивается, чтобы уйти. Сияние солнца кидает на нее длинную тень. истории. Так, лагерь по ночам. Так, новый полученный ритуальный диск содержит мощную арканума. Используя его, мы можем усиливать артефакты и изменять их способности. Кликни, чтобы изменить ящик артефактов. Некоторые артефакты могут выдержать одно или больше усилений, давая им сильные эффекты. Кликни здесь, чтобы усилить. Это ритуальный диск, который может быть использован, чтобы усилить материал. А, как заклинательный материал. Усиливать артефакт с аркановым закопанным в нем. ритуал завершен. Артефакт получил новые способности. Ты можешь прочитать описание здесь. Артефакт это критические инструменты для исследований. Арканские технологические способности дают поддержку команды. Уникальный. Артефакт уникальный. Нормально не может быть два артефакта с тем же самым инием во время исследования. Некоторые артефакты могут получить усиление, используя ритуалы на диске, чтобы изменить их способности. В зависимости от типа арканских навыков, ритуальные диски могут добавлять соответствующие арканские навыки к эффектам. защита. Там вроде писали что-то, что вот да, вот если вкладывать куда-то, то там будет что-то более крутое. Вот этот диск нельзя усилить. Зверь. Критический урон. Ну как бы... О-о-о, смотрите. Тут вот эта основная способность не меняется, просто добавляется вот это. А вот здесь хоп плюс шестьдесят и дает еще то есть оно реально так усилило по-жесткому. Когда атакуют, наносишь собственно критический урон 150 critical damage 150 ого, вот это вот если удачу вместо вот этой там тут 25 тут как бы ничего не усиливается от этого. Хочу вот это вот сделать. Здесь вот эту реалити защита плюс 20 когда атакуют есть атака 10 реалити дефенс плюс 20 ну пускай будет так ну все что мог я вроде бы вставил врываемся маленькое препятствие вот у меня уже фиолетовая точка давай-ка посмотрим как фиолетовая точка отыграет о пошли какие-то там навыки а да она сама себя там бафает больше больше усилений стукни по ней по этому роботу там еще один вылетит до шестого бы на какой-нибудь высокий уровень так ну мы аннигилировали конечно а вот так вот если выпить мало сейчас будет побольше эх блин у него мало хп и сейчас я на него там второй уровень грохну а ну он умер так тоже работает хватит мою фею убивать 8000 так усиливаем там комрадов монеток представляет опасность путь неизвестный минус 15 закупиться вещами закупаться вещами у меня мало денег ну как бы они есть но мало плюс 5 путь неизвестен пойдем в неизвестный путь тут какая-то драка так так вы что хотите чтобы я вас убил я просто всегда буду так делать хотя надо полечить фею мою блин какой-то жесткий мужик неизвестен неизвестен но думаю что он босс может быть его убить и все остальные убегут что это что происходит ай шо-шо-тва-шо-творю а ну они живы все будет хорошо ну хорошо-то конечно будет давай полечись там может быть и приказ хорошо и пули там пули кстати получаю каждый ха-раунд ну шо это 186 туда же лучше не ходил не любят они фею надо бы ее как-нибудь подкачать сколько там у тебя пуль что это там поджигающая пуля когда атакуешь критический кишан плюс 50 если это атака экстракшн дмэйдж плюс 50 ну какие-то веселые вещи мне дают продолжаем ее обвешивать бафами чтобы мне это бригин появился еще еще 1-го минус 0 так у него ульта надо было полечиться сперва прежде чем его убивать ну да это неправильно сделан так давайте усилим силу монеты и артефакт что там лапка кролика когда заход в биту все союзники получают удачи вот тут есть слот для этой штучки урон меньше корот накидывать давай вот эту палочку траву я все еще слышу я все еще могу слышать эту песню это какой-то арканский навык или это симптомы моей болезни я знала много чистокровных арканистов с невероятным талантом которые тоже страдали от звуковых галлюцинаций но я никогда не думала что это случится со мной так путь неизвестен разум с ума сходить тут плюс два слабое препятствие путь неизвестен врываемся слабее слабее ладно раз уж слабее давай Джессику поставим почему бы нет но ты даже слабее все еще будешь уничтожать тем более там два монстриков собаки какие-то бей того кого легко а ты бей вот этого и полечись а тут я все время не лечусь удача удачно накликивается на просто минус десять тысяч так мы не торопимся мы хируемся живем а ты пока разрабатываю мозги этому бум-бум-бум ты умрешь вот же какой все-таки куснул так монетки больше 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 4 из 9 это что там текущая опасность слабая опасность путь неизвестен 74 вот так когда больше 120 очков действия плюс 1 когда меньше 50 ап минус 1 минимум ап 1 блин минус 15 путь наверное плохая вещь очки действия мне как-то больше нравится поэтому давай-ка идем сюда мозг поднимаем себе мозги медленно и уверенно так никаких препятствий тут нет просто уничтожаем на секунду я подумал что мне позвонят но мне не позвонили так и давай бей по толпе давай лечись потому что что-то тебя убьют и бьют ой что-то я перестарался с двумя атаками ой там целая выводок поэтому их так легко убить минус 2 давай ударим по этому ударим по этому ударим по этим двум ударим еще по этому не знаю зачем так что-то мне хочется поменять поменять во всем этом в кого-нибудь там прилетит хорошо мелкое препятствие монеты за 30 этих братства эмиль я слышал что тебя повысит до вице-директора ветки Белграда после этой миссии поздравляю вице-директор в 20 лет это редко можно увидеть даже в истории основания да хватит тебе ты заслуживаешь этого ты знаешь историю команды сохранения это нелегкая работа конечно же и цена будет платить будет хорошо ну что ж представляет опасность червячки бьем червячков так что-то слабенькое там слишком много вот этих можешь мне колбану взять просто потому что да-да-да попридержи коней она идет так ты тут у нас что-ли самый умный спектатор 47000 у этих по 11 нетерпеливый когда враг действует он получает один стакзанин на один раунд грохнули боевого этого спектактора потому что этих бить-бить они там будут появляться как сумасшедшие а игра сконцентрируйся на нем спасибо просто накидываем по щитовику за них чем больше бьют тем шесть уже за а потом эти за не исчезли сколько много бесполезных навыков я тут наблюдаю у себя так атака канал по площадям еще по кому-нибудь будто слишком мало ликер у меня слишком быстро трачу не умер ну сейчас его зарядом убьем что ты на 13000 там можете чем больше этих штук тем меньше урона может быть так у меня тут надо полечиться во-первых потом еще раз полечиться но потом просто ударить пару таких раз не а просто просто кем-то не ну ульта конечно ультой всеми силами по боссу шиши 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 ай не даром она говорят что-то серьезный битва так что мы лечимся заливаемся чтобы у тебя там что-то произошло через половину здоровья лошади бегут лошади бегут ловите лошади он не поймал лошадей так вот эту 40 хорошо монетки буду становить мораль вот это важно стоит 60 какие-то безумные числа уже получается 40 я могу кого-то просто там раха раз-раз и на третий уровень и на самом деле это было бы жестко зубную фею например чтобы она не умирала или просто и на десяточку а калу буану там на сороковой это интересно усилить в итоге я выбрал усилить этого калу буану на третий ранг вот этот мужик пусть будет он не знаю зачем убираем артефакт началь раунда лечить натуральный артефакт яд и поясок это заклинание там получать все еще мне нравится вот эта штука которая лечит но она как-то не особо торговец мне 400 монет открытие сокровищ ему сокровища это могли как план так за каждые 20 процентов хп damage taken минус 10 неплохо но конечно усиливает ну и пусть типа защитный артефакт защитный эффект все она поэтому так хочу сокровища вы как хотите о виллы когда такую же врага в негативном статусе наносишь больше урона или еще один ритуал очка грант экзайла релайт это повар когда усиливаешь артефакт экзайла ритейл повар так уж врагов негативном статусе мне урона плюс 10 хочу урона больше вилл путь неизвестен открытие открытие я люблю так что шинел вейс проснулась во сне ну конечно же проснулась она не переживает от ритмичного такого шипения которое проникает в ее сон она пытается держать свои глаза крепко закрытыми но масса кара красного все еще проникает в его взгляд исследовать проснуться закончить исследовать что ты черная лошадь возникает воспоминание шимель весь как будто она патрулирует по зеленой площадочке как лошадь кусает траву красное пламя возникает в его теле и проникает в сознание шимель весь формируясь форму судьбы в пепле она блокирует солнце она привык больше и их с ними не сопротивляться у шимель весь нет выбора кроме как принять его и принять один рандомный персонаж теряет 30 процентов хп убежать плюс 20 а бэшен получаешь 15 кам ну конечно плюс 20 убежать сопротивляться столкнуться с сложной битвой выигрыш чтобы получить серебряный меч надо сопротивляться хочу серебряный меч звучит так как мощно шимель весь начинает бежать дорога не заканчивается прямо как ее сон он она преследует но она не способна проснуться внезапно сила толкает ее и она спотыкается на нее набрасывается сила веса чувствую ощущение тяжести и кажется как будто налетит в воздухе и перед ними реализуют те кто как будто бы ее союзники кто разбудили и спасибо вам я в порядке это было просто кошмар нет это не кошмар черви атакуют черви атакуют сложная битва может чтобы лекарь мой был более мощным чтобы он лечил помощнее все-таки эта девка у меня много не поможет а вот это будет теперь накидывать благословение так что мы справимся кто из вас она все вы одинаковые пуля пуля дура штык молодец надо было умно играть ну и ну и так пускай ты слабенькая справишься немножечко меня отвлекли и почти меня убивают кого-то моего убивая тут прям половину жизни снесли в легкую жестким пацаны не надо так не надо так делать как что мы можем сделать мы можем зарядить заряд третий заряд бахнуть ночью какие-то штуки мы можем сделать хотя бы 1 вот из этих кошмариков грохнуть когда умирает восстанавливает максимально хп его заходит в состояние кошмара на два раунда начале раунда если они тоже в кошмаре удаляет этот статус терять все хп становится иммунным ко всем дебафом и и не принимает урон терять этот статус найт мэр инкарнейшн то есть не нужно что их одновременно убивать я не понимаю или он умрет и умрет потому что есть одновременно то это одно а если умрет и умрет то это другое начале раунда если тоже в других состояниях теряет этот статус терять все хп становится иммунным дебафом шум с иммунным дебафом если терять все хп но это мир инкарнейт ну да если он когда те умирает это не сказано что он теряется один раз надо вот именно всех убить надо убить всех одновременно флинч ладно скажем так новости офигенно не очень но вот мы сейчас стукнем надо ли вообще стукать ты же там слабенькая ладно стукай как можешь бум 4 800 а могло то быть зато 400 ладно это терпимо 600 хватит бить моего мужика звучит это как странно тогда сейчас узнаем как этот так только те которые могут быть убиты в этом состоянии то есть его можно все-таки убить просто надо убивать его в этом состоянии хорошо сейчас все сделаем только не бузи только не бузи пожалуйста блин науков-то вот мощных нет где няньзи где где это все вот оно вот оно догоняем наливаем немножко подлечиваем все хорошо и все получится ага нифига не получится я просто он тип иммунный все мои мощные атаки надо было брокоть других я был близок к победе а теперь на все еще близок к победе просто чуть-чуть далек все эти атаки зря давай мы тебя грохнем хороший же план когда атакует энд коцается лечение нет меня это беспокоит давайте обменяем делаем эту делаем тум делаем лечение мы пускай вот эту народ все равно на это упадет еще такой рисованный наслаждайся кошмарное состояние ох уж эти апельсинок ну конечно она это она промышла давайте опять умрешь вот сколько у тебя жизни вот признайся признайся 56 хп тебе не стыдно с такими жизнями вообще выживать на вот и у нас все эти проклятущие штуки просто давите давить и тем уж не надо было его убивать чтобы не смеется в этом ступое состояние надо как убивать их одновременно ну вот одновременно убил минус ульта а вот этого не минус ульта сейчас он как не снят нас яй ой 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 так дядя тебя надо убивать капитально просто у тебя еще щит появился ну ты конечно я обалдею зачем зачем надо просто бить его канал мне не поможет потому что он будет бить кого угодно но не его по культу зарядим всем будут 1 2 это вот так и делать так давай как величина чем помрет танк танк ну много ли там надо примете у со своей ульты вылезли баллота может и не пережить такую ай было определенно больно поэтому лечимся в лечимся живем но есть они выживут от этого я не знаю я прям не знаю что еще делать еще одну кружечку давай няндзи все на себе по толпе ты не умер ударь по нему пожалуйста заряд есть отлично и что там если все кусочки в этом сцене наверно умирает они все в этом состоянии шоу что еще то надо буду не знаю лечиться кто там жив а умер 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 ух вот это конечно жуки но я зато за это получаю серебряный мечт тут целых два слота за каждый ритуальный диск который имеешь в силу ульты плюс четыре процента для всех союзников считается как обладаешь одно усиление выбрать 8 из 9 и тут скорее всего еще два из трех до текущий уровень там еще на третьем уровне идти давайте пока на этом я и остановлюсь ну-ка ну-ка энчант а у меня дисков то больше нет поэтому поэтому наверно пока не стоит ничего одевать но надеюсь вы останетесь со мной так что пишите комментируйте ставьте лайки чтобы поддержать меня в этом переводе и увидимся в следующей серии на этом я прощаюсь всем спасибо всем пока